У россиян остался 21 час-день, чтобы отчитаться о доходах. У граждан остался 21 час-день, чтобы сообщить налоговой службе о доходах, полученных в 2018 году. Последний срок сдачи декларации 30 апреля. Фото Нина Затина, РИА Новости. В числе тех, кто должен отчитаться о своих доходах, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. Также подать налоговую декларацию должны граждане, которые в 2018 году продавали недвижимость или автомобили, находившиеся в собственности меньше минимального срока владения, 3 года для транспортного средства и 5 лет для квартиры или дома, получали дорогие подарки не от близких родственников или дохода из-за границы, выигрывали в лотерею, сдавали имущество в аренду. Минус. Как сэкономить на налогах при покупке или продаже жилья. Отчитаться можно как в бумажном, так и в электронном формате. Скачать на сайте ФНС программу «Декларация», которая поможет подготовить документы, или сформировать декларацию через личный кабинет налогоплательщика. С 2019 года действует новая форма декларации по налогу на доходы физлиц, НДФЛ, форма 3 НДФЛ. Она состоит из трех обязательных к заполнению основных листов, титульного листа, разделов 1 и 2. Остальные показатели вынесены в отдельные приложения к ней и заполняются при необходимости. В новой декларации больше нет листов с буквенной нумерацией и именно они теперь стали приложениями. Если налогоплательщик не представит декларацию или не заплатит налог вовремя, последний срок 15 июля, к нему применят санкции. За первое штраф составляет 5% неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% и не менее 1000 рублей. За неуплату НДФЛ придется заплатить 20% от суммы неуплаченного налога. Для получения налоговых вычетов декларацию можно подать в любое время в течение года. Декларация может подаваться только для получения налогового вычета. Под ним подразумевается сумма, уменьшающая размер дохода, с которого уплачивается НДФЛ. В некоторых случаях под налоговым вычетом также понимается возврат части ранее уплаченного налога, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на образование, лечение, страхование. В таком случае требования о сдаче декларации до 30 апреля не действуют. Ее можно направить в налоговые органы в любое время в течение года. Экономика, финансы, налоги, правительство Минфин, ФНС.